Наша любимая рубрика в эфире это разбор планировок. Сегодня я разбираю вариант уже 12, это пентхаус, 12 вариант первого этажа и еще у нас есть второй этаж, здесь 11 вариант. Ко мне обратился мой знакомый, который работает с дизайнером и попросил прокомментировать то, что я вижу на предмет того, что тут можно улучшить, как сделать лучше. Сразу скажу, что я детально не изучал, то есть вот смотрю, сейчас вижу, получил только одно голосовое сообщение, сейчас какие-то некоторые детали, которые бы я точно поправил, скажу. Но вообще не буду забирать хлеб у дизайнера, это отдельная работа и можно с ней поработать для того, чтобы учесть все вот эти пожелания. Итак, мы заходим, заходим вперед, здесь у нас коридор длинный, вытянутый, это не очень хорошо, сразу скажу, вообще в целом это не очень хорошо. Почему? Потому что желательно, чтобы можно было куда-то присесть, какая-то тумбочка, в принципе здесь ее не хватает, можно здесь добавить, здесь добавить, здесь шкаф есть, кстати, это неплохо. Вот еще один шкаф, здесь получается еще один шкаф, то есть в общем-то шкафов много, единственная проблема в том, что когда сюда заходит несколько тоже человек, то есть возникает некая путаница. Но допустим, больше там 4-х человек заходить не будет и вот этот коридор, он по сути пропадает. То есть по возможности, конечно, лучше избегать таких решений, где коридорная часть, вот это, за нее же деньги платятся, и немалые причем, за квадратный метр, за каждый квадратный метр. То есть вот здесь 2,5 квадратных метра, которые ушли по стоимости, если недвижимость там 200 тысяч, то примерно 500 тысяч вот здесь похоронили. Как можно сделать? Я не говорю, что прямо здесь можно сделать, просто рекомендую избегать таких элементов. То есть каким-то образом, допустим, по возможности убирать вот эту часть, но здесь никак не уберешь, потому что здесь короб, скорее всего, вот так вот можно делать. То есть минимизировать именно квадратичную часть делать и дальше уже распределять по комнатам. То есть это как бы общая такая тема, не для этой квартиры, сейчас я не даю именно такое решение. Я просто рекомендую, что по возможности вот эту часть здесь не городить, а допустим, когда ты заходишь, если убрать вот эту часть вообще, ну либо сместить ее куда-нибудь в другое место, там сбоку, под лестницу, сюда, например, добавить. Можно, кстати, да, было бы сюда санузел сделать и сюда выходить. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот это вот красивое, допустим, место, оно бы открывалось, то есть давало общую красивую гостиную. То есть это общая идея, не то, что прямо здесь так надо делать, здесь мы работаем с чем есть. То есть я даже не знаю, то есть возможно ли это здесь такая история или невозможно, но как вариант на подумать, я бы подумал, чтобы эту лестницу, если она сама по себе красивая, ее бы показать и сделать вот эту гостиную более солнечной, более светлой. Также, когда мы заходим сюда, здесь у нас получается много света идет от окон, здесь, здесь, отовсюду идет свет, но все равно здесь будет абсолютно такой полумрак, здесь будет такой, как будто ты заходишь в пещеру. Вот, чтобы этого избежать, лучше, конечно, вот эту часть убирать и делать вот это открытое пространство, чтобы оно как будто приглашало. Да, тут возникнет вопрос приватности, да, насколько там нормально будет заходить, но это не проблема. Почему? Потому что здесь и так, то есть много ты не увидишь, даже если ты зашел, а вот этого нет, то есть все равно у тебя короб здесь какой-то остался, ты смотришь сюда, то есть ты не видишь, ну, ничего там, больше лестницы. Ну и даже если видишь, тоже ничего страшного, ну, то есть не думай, что какая-то проблема там будет с курьером, либо еще с кем-то. Я бы думал, в общем, в этом направлении, когда делал бы планировку. Так, заходим, здесь что мы имеем? 763, это шкаф какой-то, я так понимаю, открывается. Хранение, это хорошо, это, наверное, тумбочка, какой-то пуфик, где посидеть. Обязательно нужно зеркало, зеркало, наверное, вот это оно, окей, подходит, шкаф хорошо. Мне не очень нравится, что мы заходим и тут же видим вот этот торец, потому что когда мы заходим в помещение, желательно, чтобы было красивое что-то, то есть можно даже пожертвовать немножко функциональностью, но сделать красоты. То есть в данном случае, не знаю, может быть, арку какую-то сделать, либо что-то еще, то есть что-то приглашает нас дальше. Ну, не обязательно так, я сказал, какой предпочтительный вариант еще лучше было бы сделать, но все равно. То есть вот эту часть, может быть, даже убрать именно шкаф вот здесь и сделать здесь, например, вот эту тумбочку сюда перенести, а, допустим, весь вот этот вот шкаф, ну, тоже так не очень хорошо получается. Давайте так вот это перенести сюда, не тумбочку, а сидушечку, да, например, оно все равно было бы лучше, потому что, ну, как бы отделило бы вот это вот место и потом сюда заходит, там, 3, 4, 5, 6 человек, тоже было бы лучше. Вот еще вижу шкаф, ну, и вот еще один шкаф, то есть что тут и что тут будет, ну, какой-то, может быть, прачечная, либо система хранения. Если, кстати, прачечная есть, а да, вот она есть, стиральная сушильная машина в санузле, ну, может быть, да, может быть, шкаф, не знаю, что тут, ну, наверное, не лишний, может быть, электрика, может быть, там, еще какие-то подсобные вещи тоже, окей. Хорошо, идем дальше, заходим. Санузел, во-первых, лучше всего открывать дверь внутрь, то есть открывание делать внутрь, либо так, да, либо так, лучше всего внутрь. Почему? Говорил неоднократно, что когда открываем дверь, во-первых, коридор, он не очень большой, открывать его, как бы, ну, не супер классно, вот так вот, что можно кого-то зашибить. А во-вторых, когда открываешь внутрь, у тебя воздух идет в вентиляцию, то есть поток воздуха идет снаружи туда вот и уходит в вентиляцию, примерно кубометр воздуха. Когда наоборот, соответственно, у тебя вытягивается наоборот воздух, который тут накопился, застоялся внутрь. Ну, тоже это не всегда, как бы, прикольно, вот, поэтому лучше всегда внутрь. Стиральная сушильная машина здесь окей, дальше куда-то нужно это будет вынести, ну, наверное, где-то это будет решено. Так, заходим мы сюда и попадаем на унитаз. Тоже лучше так не делать, по возможности мы должны заходить на что-то красивое, допустим, вот, красивая раковина, причем зачем здесь две раковины, непонятно, это же гостевой, насколько я понимаю, смысла в этом нет. Одну красивую раковину, одно красивое какое-то зеркало, сюда можно, ну, не знаю, что-то там поставить, унитаз куда разместить. Где, кстати, слив здесь, непонятно, ну, возможно, кстати, унитаз и сюда куда-то разместить. В целом, да, а сушильную стиральную машину можно, вот, я не знаю, есть ли это стена или нет, можно ли ее менять. То есть, лучше, конечно, бы как-то вот так вот условно унитаз сделать, а стиральную сушильную машину можно даже вот сюда вот разместить. у меня был проект тоже интересный ссылочку данная под этим видео как это можно сделать как эта штука открывается и тут вот такой как бы стиральной сушильной машины сверху все оборудование очень классно очень удобно считаю вот у меня в принципе у самого так в доме сделано есть стиральная машина и там дальше сверху всякие активности в общем я бы не заходил на унитаз сбоку это просто некрасиво никто не запрещает делать красивый интерьер наоборот даже это будет положительно влиять большую классную столешницу сделать все будет тогда симпатично сюда просто полотенцесушитель повесить нормально так идем дальше здесь шкафы ну ладно в таком формате шкафы так шкафы если мы не мешаем не меняем здесь получается очень тоже какая-то интересная штука что мы заходим опять на унитаз видим заходим не по оси то есть почему тогда по оси мы его не привязали если делаем то элементы нужно привязывать по оси но это зачем нам унитаз по оси здесь у нас должна быть раковина красивая конечно же перед окном самое классная возникает вопрос как зеркал но зеркал может быть подвесного это не так важно это нормально داその подвесное то есть я бы поработал чтобы мы заходили на что-то классно красиво либо еще лучше до что будет что это раковина ванну конечно же ванну так вот сделать красиво отдельно стоящих на ножках может быть то есть это супер да вот от таких ванных мечтают лучших домах парижа – у вас на есть окно да и можно изpy использовать вот все остальное ну там уже дальше там умывальник может здесь нет а сможет быть тоже здесь где-то может быть здесь унитаз умывальник вот этого штука не обязательно так но здесь уже дальше смотреть ключево здесь в а ну надо делать напротив окна и заходить на красивую ванну также когда мы идем по коридору тоже я не понимаю зачем вот этот выгроз вот такой вот это вот точно не будет работать это нехорошо это надо все убирать то есть должна быть линия какая-то и мы входим туфель должна быть красивое это все что мы видим сейчас вот эту дверь можно даже витражной какую-то сделать чтобы оттуда шел свет и вот здесь он был были какие-то зайчики это обязательная тема вот иначе мы видим сейчас какую-то смещенную от оси элемент который просто ну все портит да и ничего красивого нету то есть обязательно красиво это по оси симметрия ось какая-то может быть вообще витражную все это сделать стенку был тогда будет вообще классно мы заходим через темный коридор и там дальше у нас как будто вот эти вот зайчики все замечательно так получается что дальше так дальше мы видим заход вход на второй этаж это лестница но какие лестницы я не понимаю пока какая она фоток нет ну ладно допустим какая-то лестница стол очень такой за маленький странноватый для такого объема вполне нормально просится нормальный остров на какой-то до хороший потому что остров это функционально не вижу где холодильник вот посудомоечная машина холодильник и здесь можно делать нормальную вытяжку можно сделать раковину то есть вокруг ходить именно какая-то стационарная часть нужен ли стол да наверное нужен какой-то стол тоже можно разместить принципе здесь позволяет но я бы все-таки сделал бы остров это было бы самое такое прикольное решение можно здесь присесть стол если нужно но никто не мешает там стол где-нибудь вот здесь сделать например как то вот так ну я не в размере сейчас немножко рисую да то есть тут можно как-то придумать сделать так дальше здесь я понимаю что нужна комната какая-то комната здесь делаем уроки или что-то детская наверно да не подписано так детской здесь книжки ну хорошо надо смотреть чтобы она была не меньше девяти метров квадратных вот чтобы это было дальше если она такая то что у нас остается у нас остается там не так много для гостиной да если гостиной у нас нет вот это как бы некая такая зона для гостиной тоже подумать да возможно вот эту зону все-таки разместить сюда как-то на как-то разместить сюда все-таки комнату там детскую возможно да именно гостиную с телевизора может сюда но тут надо подумать на самом деле вот если остров не влазит ну или мы не делаем его все-таки да то тогда нормально разместить конечно же нормальный стол какой-то такой на побольше там 6 человек более красивый чем просто кругу то есть круглый он такой немножко пуца смотрится если ставим диван обязательно дивану по правилам есть всегда какая-нибудь пуфик еще дополнительный который можно смотреть и туда на телевизор и смотреть на людей какой-то столик на в карты поиграть или в к настольные игры должно быть что-то что привлекает внимание вот так вот примерно такая какая-то тема может быть пуфики подушки что-то но смысл в том что мы когда сидим то есть здесь вот один человек сидит лежит смотрит второй человек кто-то тут сидит смотрит кто-то тут сидит смотрит то есть вот это было симпатично это делается обычно вращающейся какой-то темы которая может вращаться в разные положения в общем да вот это закаток в принципе неплохой плюс да если кто-то готовит это что может быть вот тут сидеть, кто-то на диване сидит, кто-то сидит здесь на пуфике, тоже можно крутиться, общаться туда-сюда. То есть обязательно нужно сделать зону общения, и обязательно к дивану желательно здесь сделать столик какой-то, чтобы было. Это важная тема. Хорошо, против такого стола, ну, в принципе, можно и круглый, даже если хочется круглый, да, можно круглый, но мне кажется, здесь гораздо больше можно разместить людей. Надо посмотреть по категории, сколько людей. Тут примерно 6, я точно думаю, влезет. Это будет и красиво, и функционально. То есть, ну, не на 4 гости пришли, и уже куда вы сядете. Но я все-таки голосую больше за остров в данном формате. Мне кажется, это как бы более прикольная тема. Если нужен стол обязательно, то тогда стол. По кухне пока сказать особо ничего не могу. Не вижу, как лестница идет. Наверное, там какая-то кладовка хранения будет. Здесь холодильник окей, холодильник, посудомойка. Ну, в принципе, неплохо. Не знаю, можно ли кухню куда-то в другое место размещать. То есть по-хорошему, по-хорошему вообще, если вот брать, я бы все-таки кухню бы, надо смотреть по назначению мокрым зонам, здесь, к сожалению, не сказано. Я бы всю вот эту зону бы отдал под гостиную кухню, вот эту вот очень крутую. А вот эту бы зону под что? А здесь, кстати, да, получается комната. Возможно, даже и комната какую-то. Ну, здесь лестница, но все равно комнату, возможно, детскую я бы все-таки сюда бы перенес. То есть я бы посмотрел, чтобы вот эту комнату вот сюда перенести, сделать здесь, ну, какую-то такую, свет, чтобы попадал. Света, я так понимаю, все равно будет много. И вот эту всю зону бы я бы использовал под кухню. Ну, например, фантазирую, пока не знаю. Условно, вот так вот остров. Здесь мог бы быть там какой-нибудь диван где-то, да. И что тут еще? Остров, диван, стол, например, диван, который может быть или туда, или туда направлен. То есть я бы использовал все-таки вот эту зону, вот эту, для того, чтобы сделать хорошую, классную видовую гостиную, а не громадил бы вот эту вот всю тему с этим самыми, со спальнями. На крайний случай, может быть, спальню там еще куда-то перенести, может быть, там на второй этаж или куда-то еще, может быть, вот сюда поставить. Но сюда, кстати, тоже не очень хорошо. Но все-таки я думаю, что попробовать вот сюда сделать раздвижные окна, которые внутри жалюзи, допустим, идут. Если это можно, не знаю, то есть можно или нельзя перемещать. Ну обычно, можно, иногда бывает это дело, договориться с застройщиком, тем более в том регионе, где, ну, значит, это квартира. Возможно, не знаю, надо уточнить. Я бы подумал, что вот эту часть, самая главная мысль, сделать очень красивой, функциональной, классной, видовой. Так, с этим все. Идем дальше. Здесь балкон или что это, я до конца не понимаю. Почему-то здесь стена, это веранда, может быть, ну, не знаю. Хорошо, допустим, это веранда с балконом, куда-то туда выходят. Вот точно пока не понимаю, поэтому не комментирую. Здесь тоже как-то вход до конца непонятно. Да, кстати, тут еще 4 метра этаж тоже, да, получается, так как это пентхаус. Тоже я не вижу разрезов. Может быть, то, что я сейчас насоветовал, будет прикольно, а может быть и нет. Может быть, если, ну, тут, в общем, будет высоко, а здесь скат. Я не понимаю, здесь скат или не скат. Надо, в общем, смотреть, да, насколько здесь будет. Ну, общая идея, все равно поддерживаю такую. Так, сюда мы входим зачем? Я вот не понимаю, почему мы входим-входим сюда, и здесь такой, как бы, гардероб. То есть, вот эту стеночку, я так понимаю, сделали уже специально для кухни. Специально для кухни такую стеночку точно делать не надо. Лучше объединять это с общим пространством, вот это вот убирать. Если вот эта зона нужна, лучше ее выводить куда-то в остров и стол тогда сюда, например, ставить. То есть, ну, вот как-то так вот, например, это будет гораздо лучше. Ну, в общем, надо думать, да, вот с этими. Я бы точно так не оставлял. Вот это вот тоже еще 2 квадратных метра. Вот здесь вот 2 квадратных метра потеряли. И здесь 2 метра. Уже 5-6 метров. 6 на 200-300 тысяч. Они, наверное, сколько там стоят, допустим, уже полтора миллиона только что потеряли в темные углы и узлы. Так делать не надо. Так, хорошо. Давайте подниматься на второй этаж. Ну, вот здесь вот я тоже до конца не понял. Тут мы сидим, тут кроватка. Тут какая-то, в общем, своя история. До конца не понял, куда-то поднимаемся. Вот эту идею я до конца не понял, поэтому, ну, как бы супер сейчас прокомментировать не могу. С остальным сказал. Основные моменты на видео раскрыл. Идем дальше. И смотрим мы второй этаж. Что здесь? Здесь мы поднимаемся с кухни. Здесь что? Это не второй свет или второй свет? Тоже непонятно. Наверное, нет все-таки. Нет такого второго света. Тут просто поднимаемся. А вот здесь такая вот движуха. Здесь chillout зона. Хорошо. В принципе, окей, закрывается. Прикольно, классно. Да, можно оставить. Нужно ли вот так вот? Не знаю. Возможно, да. Возможно. Ну, да, наверное, все-таки нужно вот так вот сделать, да, чтобы оно туда-сюда парковалось. Да, хорошо. Заходим. Что мы здесь видим? Здесь мы видим отдельный блок хозяйский, да, отдельный блок, ну, хозяйский я имею в виду, зона для умывания и сама кровать спальня. Это мне не очень нравится, потому что почему сделана спальня в одном месте, а сам хозблок в другом? Обычно круто делают так, что у нас гардероб и зона спа, да, умывальни и ванны находятся рядом. То есть я бы все-таки подумал, как рядом это сделать. Сюда можно вынести какую-то зону хранения, прачечную. Кстати, здесь достаточно большой объект, но здесь нет. Я бы все-таки выносил куда-то отдельно зону прачечную, зону для уборки, для помощницы, для вообще каких-то принадлежностей. Здесь я этого не увидел. Это будет большим упущением, это не делал. То есть по-хорошему нужно какое-то место хранения там для кухни, еще какой-то погреб. Вот, поэтому, возможно, вот эту как раз зону, она достаточно такая дальняя, темная. Я бы использовал там под складку хранения там барахла, если есть, если нет барахла, то, ну, в общем, вот эту зону я бы не использовал для ванной комнаты. Тем более, опять мы заходим, здесь у нас унитаз спрятан, тут душ там спрятан. Можно, да, можно, конечно, так сделать, но, опять же, я бы подумал, то есть меня спросили, я бы все-таки подумал какие-то варианты. Я бы все-таки больше ванны бы присоединил к зоне, то есть, возможно, кабинет даже сюда перенести, вот этот по функциональному зону, сюда спальню. И к спальне уже сделал бы какой-то гардероб, например, вот здесь, или здесь гардероб, какую-то часть, да, ну, как-то, да, и ванну там сюда вот уже. То есть, по функционалу давайте попробуем еще раз. Если бы я проектировал, скорее всего, я бы спальню бы относил сюда, основную, кабинет бы сюда, здесь бы к спальне добавил гардероб где-то, и где-то бы сделал ванную. Тогда бы у нас получилась спальня, гардероб, ванная, очень круто, это то, что нужно прям по эталону, как в лучших домах Парижа. Здесь, получается, нам нужно будет, чтобы там умыться или там что-то еще сделать, да, дела, то нужно будет бегать достаточно далеко через коридор, там люди могут ходить. Ну, в общем, это не очень приватно, не очень прикольно. Вот я бы старался этого по возможности избегать. Так, ну, если мы работаем с чем есть, это первоначально, я просто поменял места. Если работаем с тем, что есть, комментирую не очень прикольные вещи. То есть мы заходим, здесь какой-то шкаф, ну, шкаф это ладно, шкаф здесь, в спальню заходим, ложимся, сидим, лежим и смотрим тоже на угол. Тут какой-то кусочек, тут угол, то есть вид будет некрасивый, тут дверь. Ну, представьте, если всю эту историю, тут дверь, какой-то угол, здесь какое-то членение, и там где-то в темноте, я сбоку рисую конструкцию, в темноте где-то там компьютер горит. И все это не по центру, то есть вот этот элемент не по центру, кто-то смотрит на компьютерщика, кто-то смотрит на кусок вот этой стены, которая несимметрична, то есть вот она, несимметричная стена идет по кровати. Все это очень некрасиво, задача дизайнера сделать красоту, красоту как бы выглядело, если бы вот так вот было в ровень кровати, да, здесь мог бы быть либо камин, если нужно, если не нужно, ничего страшного, либо какой-то другой арт-объект. И тогда вот если так бы было, тогда еще куда не шло, можно было бы заходить влево-вправо что-то смотреть, вот, тогда было бы нормально. Но здесь стена смещена, вот, это не очень круто, так не работает. Также мне не нравится, что здесь для гардероба отдана видовая точка, зачем так, это вообще не ясно, почему мы смотрим на стену вот здесь, если мы должны смотреть на что-то красивое из окна. Даже если там за окном ничего красивого особо нет, но все равно как бы смотреть надо, ну, то есть хотя бы шторы повесить, тогда будет красиво. Плюс к этому здесь не будет свет, естественно, попадает, здесь будет такая темнота, отсюда будет, но вот здесь нет. Конечно, да, можно сказать, что света много, но для этого есть шторы, мы же красоту все-таки делаем. Но это помимо того, что все-таки я рекомендую сюда спальню закинуть, кабинет здесь организовать. Ну, вот если так отдельно рассматривать, конкретно, что если здесь оставляем, то тут тоже много претензий. Вторая претензия, что гардероб, он в целом маленький, ну, очень маленький, потому что, ну, все равно будут вещи, то есть это кажется, что там ничего не нужно, по факту нужно, чтобы было удобно. Вот такая неудобная история, потому что сюда ты не залезешь, и это не будет работать. То есть по факту гардероб вот и вот, это очень мало, это очень мало, ну, вот, да, окей, здесь тоже будет, вот это уже нормально. Но мне не нравится это место, почему это место пропадает здесь, почему его не сделать, допустим, вот здесь, да, как-то, да, и вот сделать такой вот нормальный гардероб или там двойной какой-то, например, Вот и с одной и с другой стороны. Если это кабинет и спальня, то зачем здесь еще столик, почему бы не сделать, допустим, чтобы можно было и туда и сюда переходить, насколько я понимаю, это общая такая зона для одной семьи, которая будет работать. И в этом плане можно как-то функциональными зонами просто поделить, что по факту можно сделать. Можно так же, как на первом этаже, вот это все объединить, сделать красивое единое пространство, разделив между собой просто какими-то, может быть, ширмой, может еще чем-то. То есть это будет гораздо богаче, гораздо лучше смотреться, чем идея, что мы сейчас будем диван куда-то вот так вот сюда пытаться соединить, может быть, спальню отдельно выделить, может быть, ее вообще по центру где-то поставить. То есть очень большой простор для творчества и очень-очень неудачно, я считаю, использовано вообще весь потенциал, весь простор данной планировки. Также мы заходим сюда, утыкаемся в шкаф. Зачем? Почему шкаф именно здесь? Почему он должен быть здесь? Ну, на крайне, если шкаф здесь нужен, я даже не знаю, нет, это очень странно. Потом мы сюда вот идем, здесь у нас коленки в шкаф упираются, мы как-то туда залазим и, ну окей, ложимся, залазим, здесь у нас опять шкаф, мы это видим. Это некрасиво, шкафы такие красивые не бывают. То есть зачем? Смотрим на телевизор. Телевизор надо понимать, что достаточно маленький, расстояние достаточно большое. То есть будет некомфортно смотреть. Сюда скорее просится экран проектор, либо какой-то супербольшой телевизор. То есть нормально такое смотреть, который сейчас обозначен, примерно вот состояние вот такого, да, у нас там больше. То есть некомфортно будет, скорее всего. То есть как фон будет, да, но вообще расстояние тут, не знаю, три, наверное, метра, три с половиной. достаточно большое для такого телевизора так здесь что я не знаю шкаф наверно тумбочка и здесь мы сидим смотрим в окно вот телевизор в окно ну в принципе может быть может быть нормально да такая тема я бы подумал все таки кабинет если делать то делать его каким-то ну симпатично там отдельный стол ну опять же здесь вот это что който стояк скорее всего и а да кстати ванна там скорее всего унитаз не знаю здесь возможно да возможно здесь унитаз все-таки я бы ванну сюда бы закинул зачем она здесь и ванна бы использовал бы все-таки сюда зона там для гардеробной прачечной всего остального я бы ни в коем случае ну так не делал в общем эта штука она показывает что скорее прачечная и ванная с санузлом должны быть здесь скажем так а прачечную можно кстати вот тут притянуть и все-таки сделать прачечную тут какое-то хранение с гардеробом вот такие идеи считаю что конечно желательно доработать доработать массово и в обязательном порядке начиная с функциональных зон то что мы обсудили и заканчивая уже конкретное исполнение если так делать ну просто жалко такой объект хорошие качества надо смотреть как он на фотках выглядит какие там виды надо смотреть естественно мы не поговорили по верандам но вот именно исполнение сейчас я бы точно не стал сюда деньги вкладывать потому что большие деньги будут вложены зачем ну потом это будет очень сложно просто и продать и вообще ну как с этим работать и жить просто неудобно будет можно качество жизни получить на порядок лучше нежели сейчас учитесь дизайну если хотите правильно делать планировки приходите ко мне на обучение обучаю ли лично они не дешево но зато до результата то есть вы будете разбираться также как я если хотите заказывать дизайн приходите ко мне на анализ присылайте свои работы буду анализировать но если хотите сделать планировку либо целиком дизайн присылайте я и мои ребята сделают вам дизайн и вы построите себе дом мечты сэкономив при этом на комплектации, на работе строителей, потому что мы делаем так, чтобы стоило недорого, а выглядело как на миллион долларов. Приходите, будет интересно. Спасибо за внимание и до новых встреч.